Информационная служба Life News продолжает знакомить вас с наиболее важными событиями в стране и мире. Украинские военные начали танковую атаку под Славянском. Блокпосты в Семеновке обстреливают тяжелой артиллерии. Ополченцы предполагают, что армия использует и реактивные системы залпового огня ГРАД. Атака на Славянск идет по нескольким направлениям. В Семеновке армия разместила как минимум 4 танка. Еще несколько замечены на въезде в город со стороны Красного Лимана. Ополченцы утверждают, что одну из бронемашин им удалось подбить из переносного ракетного комплекса ФАГОТ. Депутат Верховной Рады, лидер радикальной партии, экс-кандидат в президент Украины Олег Лешко. Лешко выгнал из здания парламента съемочную группу ВГТРК. Наших коллег он обвинил в шпионаже и вранье. Вначале депутат потребовал у корреспондента Александра Балицкого удостоверение журналиста и подтверждение аккредитации в Раде. Репортер показал все документы, однако Лешко попытался их порвать. Затем с криками «Позор!» и «Идите отсюда!» он вытолкал съемочную группу из здания Рады. При этом действия Лешко вызвали у некоторых украинских журналистов бурные овации. Бурные овации! Бурные овации! Украинское правительство приняло решение о прекращении движения через 8 из 32 пропускных пунктов на границе с Россией. Большинство из них находится в Луганской области, один в Донецкой. Ранее начале частичного перекрытия границы с Россией заявлял Александр Турчинов. Между тем, ежедневно через эти пограничные пункты в Россию прибывают тысячи жителей Юго-Востока. Они начали покидать свои дома после того, как в понедельник украинские истребители нанесли ракетный удар по Луганску. По последним данным, погибли 8 человек, почти 30 получили ранения. Продолжение следует...